Здравствуйте, зрители нашего канала! Сегодня мой видеообзор посвящен хостам. Хосты это королева тени. Где бы вы ее ни посадили, будь то тень, будь то солнце, да-да, солнце, вы не ошиблись, можно хосты. На сегодняшний день выведены сорта хост, которые могут расти с небольшим количеством солнца. То есть, если вы посадите хосту на протяжении всего дня, конечно, она будет страдать. Но с небольшим количеством солнца, дозированных часов до 11, и можно даже вечером часов с 4. Вот для хосты с золотыми листьями или же с белыми прожилками будет даже очень приветствоваться. На сегодняшний день выведены сорта хост, которые отличаются не только по высоте, по размеру листа, по структуре листа. Есть хосты закрученные, завернутые, то есть очень красивые. Есть мелколистные, есть очень плотные. Вот просто для себя выведите правило. Если у хосты лист темно-зеленый, голубой, то такие хосты мы сажаем всегда только в глухой тени. Если лист у хосты желтый, зеленый с белыми прожилками или же белые, то вот здесь допускается повышенное количество солнца. Хоста может на одном месте расти до 20 лет без пересадки. И каждый год она будет все сильнее и сильнее раскрывать свою красоту. Розетка сам будет нарастать, листья станут, достигнут максимальной своей формы и окраса. И я хочу сказать, что хоста это то растение, которое вас не огорчит никогда. Даже если вы забудете ее подкормить, даже если вы забудете ее полить, она не повянет и будет продолжать расти и радовать вас необыкновенно красивой листвой. Все хосты на сегодняшний день цветут. Это цветущие растения, но хосты различаются по цветоносам. Есть цветоносы белым окрасом цветов, есть голубым и есть даже большие белые цветы с махровой середочкой. Вот на сегодняшний день даже выведены такие сорта хост. Цветение хоста достаточно продолжительное и обильное. Зацветает хоста с середины, с первых чисел июля и цветут фактически до первых заморозков. По уходу хоста это очень нетребовательное растение. Но, вы знаете, прекрасно отзывается на внесение удобрений, особенно ранней весной. Будь то органические, будь то минеральные удобрения, на все хоста реагирует просто прекрасно. Особенно, если вы еще в течение вегетации еще раз ей преподнесете такой сюрприз и дадите ей удобрение, поверьте, она отблагодарит вас прекрасным и цветением, и, конечно, красотой своих листьев. По зимовке в средней полосе хоста не представляет никакой сложности. То есть даже не нужно ее не укрывать, где бы вы ее не посадили. На альпийской горькой, или же это теневое место, или же где-то под кроном деревьев. То есть хоста везде чувствует себя хорошо и прекрасно зимует без всякого укрытия в средней полосе. Далее. Очень часто спрашиваю вопрос, нужно ли хосту обрезать осенью. То есть когда наступили первые заморозки, хоста, листочки опадают, и нужно ли обрезать. Вот здесь мнения точно разошлись. Основная масса садоводов и огородников считает, что обязательно нужно обрезать листья. А другая часть садоводов подтверждает, что вот хоста, когда листва паникают, она сама собой прикрывает вот эту корневую систему. То есть вот эти появлявшие листочки, поникшие, они прикрывают наземную часть. Тем самым, значит, способствует тому, что делает легкое укрытие. То есть выбирать вам. Я свои хосты не обрезаю, они действительно у меня просто паникают и все. А весной я прихожу уже просто собираю и все. И они прекрасно зимуют. Теперь по поливу. Хоста, конечно, очень терпеливое растение. Может переносить фактически и засуху очень стойко, и легкое переувлажнение. Легкое переувлажнение. То есть если застой воды, конечно, хоста плохо это переносит. Засуху переносит гораздо лучше. Но тем не менее, я бы не советовала вам допускать до состояния пересушивания кома. Поэтому вот за поливом все-таки следите. В этом вам поможет, конечно, мульча. Мульчировать можно. Прекрасно смотрится хоста на разноцветных камушках, декоративных. Это может быть даже любой вид коры разноцветной. Прекрасно смотрятся все виды хоста. Это целая композиция. Причем вот из этого можно сделать неповторимую клумбу. С какими растениями хоста прекрасно сочетается? Фактически со всеми. Единственное, что смотрите, если, к примеру, вы сажаете голубую хосту, то оттяните ее красоту, ее голубизны. Посадите рядом с ней какие-то красные летники, желтые летники, фиолетовые летники. Это будет просто смотреться потрясающе. Но если у вас хоста высокая, лучше, конечно, в союзе с ней не сажать растения по той же высоте. Или же берете выше, то есть это, к примеру, ирисы, папоротники, манжетки. Прекрасно смотрятся. Но если берете манжетку, тогда берите низкую хосту. Ирисы прекрасно смотрятся. Они как раз создают ту самую вертикаль высокую и рядом хоста. И, например, закончите барвинком. Или же посадите вниз лобилию. Или же вниз посадите, к примеру, низкие сорта бархатцев. Это смотрится всегда настолько выигрышно и красиво. И самое главное, необычно. То есть буквально сочетание три вида цветка. Хоста, ирис и барвинок. Прекрасно. Это уже просто дизайнерский ход. Или, к примеру, хоста, папоротник и какой-то почвопокровник. Отличное сочетание. Причем это вот для тенистого уголка. С желтой хоста, я уже сказала, здесь можно сочетать различные красивые летники. Ну и многолетники тоже с ними в союзе смотрятся очень выигрышно. Так. По вредителям. Очень любят хосты поедать слизни. Это, наверное, самые такие распространенные враги. Корневые гнили встречаются крайне-крайне часто. То есть это если только очень сильное переволожнение. В основном слизни могут повреждать вот тонкие. Особенно у хост, которые низкорослые и с тоненьким листочком. То есть если тут как вот мышиные ушки хоста, у них такие плотные листики. Конечно, здесь слизням трудновато. А вот хосты с тонким листочком для них лакомство. Вот здесь, конечно, вам стоит обратить внимание. Если вы увидели, что листочки дырявые, значит все. Значит, слизни точно пировали сегодня всю ночь. По болезням и по вредителям, вот кроме слизи, я крайне-крайне редко видела, чтобы хосты страдали какими-то заболеваниями. Хосты это самое неприхотливое растение в вашем саду. Растение, которое не огорчит и не причинит вам много хлопот. Ее можно отнести к растениям из ленивого сада. Выращивайте хосты в вашем саду. Делайте неповторимые композиции. И, конечно, не забывайте подписываться на наш канал. Всем всего хорошего. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok